Сегодня мы рассмотрим сервис Canva, где можно делать дизайны. Здесь можно брать много готовых шаблонов, их менять под себя, но также можно сделать все с нуля, задавать свои размеры. У меня в комментариях был вопрос, как сделать метрику для новорожденного. Вот давайте на примере метрики мы и рассмотрим, как мы можем сделать свой дизайн. Вот главная страничка этого сервиса, в нем нужно зарегистрироваться. Ничего сложного нет, заходите на сайт Canva.com, вводите свое имя, e-mail и пароль придумываете, и вы уже зарегистрированы. Итак, вот есть поле поиска. Давайте наберем метрика, вдруг тут что-то есть. В основном здесь дизайн больше для бизнеса, но посмотрим. И как видите, у нас есть аж 5 шаблонов для метрики для новорожденного. Можем взять готовую метрику, просто подставить свои тексты, свои фотографии. На моем канале есть уже видео, как работать с шаблонами. То есть мы просто выбираем готовый шаблон. Здесь каждый элемент можно менять, можно немножко двигать, менять местами, текст можно менять. Такое видео у меня уже есть. Поэтому мы сосредоточимся сегодня на том, чтобы сделать все с нуля. Давайте нажмем кнопочку «Создать дизайн» и выберем «Настраиваемый размер». Насколько я понимаю, метрика создается для того, чтобы ее распечатать, поэтому нам количество пикселей надо взять побольше. Давайте пускай будет 3000 на 4,5 и делаем «Создать дизайн». И мы попали в другое окошко. Тут уже окошко для редактирования. Сама Canva нам подбрасывает этот шаблон дизайна. Но тут уже скоро Новый год, поэтому новогодние разные дизайны. Что нам нужно сделать в первую очередь? Нам нужно выбрать фон. Идем во вкладочку «Фоны» и смотрим, какие здесь есть фоны. Допустим, для девочки мы будем делать что-нибудь нежное, розовенькое. У нас есть несколько вариантов. Мы можем выбирать из тех фонов, которые нам предлагает Canva, либо загружать с компьютера. На компьютер мы можем предварительно скачать в интернете какие-нибудь интересные фоны. Покажу оба варианта. Из Canva мы просто берем, нажимаем на понравившийся фон, и он сразу же подставляется в наш шаблон. А если мы берем с компьютера... Мне тут тоже немножко скачало изображений. Например, мы так перетаскиваем и подставляем нашу картинку, растягиваем. Если она нам понравилась, можем оставить эту картинку. Картинка немножко пестрая, поэтому я все-таки возьму вот эту, которую нам предоставила SanServis. Следующее. Наверное, логично будет вставить фотографию ребенка. Мы заходим в вкладочку «Элементы» и здесь есть «Рамки». Набираем «Рамки». Вот у нас большое количество рамок разной формы. Мне понравилась вот такая рамка. Можем ее слегка растянуть. Можем потом ее и в процессе еще подредактировать. Теперь нам сюда нужно вставить фотографию. Можно вставлять фотографию с компьютера. Мы просто ее перетягиваем сюда. После того, как мы ее перетянули на холст, она у нас попадает в загрузки. И уже отсюда, смотрите, мы выделяем сначала этот элемент, внутри которого мы хотим вставить фотографию. Берем фотографию, зажимаем ее курсором и перетягиваем, чтобы она стала именно вовнутрь этой картинки. И если мы два раза кликнем на фотографию, мы можем ее двигать, редактировать так, как нам нужно. Теперь обводочка синего цвета нам не подходит. Мы заходим в цвет. И здесь на палитре выберем розовый цвет. Сделаем его понежнее. Следующим элементом я хочу добавить аиста. Для этого мы снова идем в элементы. И здесь мы можем... Можно набирать по-русски, можно по-английски. Мне кажется, что по-английски больше вариантов просто выдает. Наберем baby. И здесь много-много всяких картиночек. Я здесь видела аиста. Вот такого. Вот наш аист. Подвинем его. Увеличим. Я хочу сделать так, как будто бы аист несет эту фотографию. И нам нужно поменять местами слои аиста на нижний слой, а фотографию на первый слой. Мы заходим в расположение. И вот нажимаем кнопочку назад. Теперь у нас аист на заднем фоне, фотография на переднем фоне. Можно двигать мышкой, можно двигать фотографию. А можно стрелочками на компьютере, на клавиатуре. Сейчас я их немножко подвину вдвоем вниз. Я их вдвоем выделила, и они двигаются вниз. Теперь нам нужно добавить текст. Заходим в текст. Здесь есть шаблоны текста, но они в основном на английском. Мы выберем, например, подзаголовок и введем свой текст. Например, видим, что текст скучный такой, деловой. И мы будем менять его начертания. Заходим в вкладку со стрелочкой, спускаемся вниз. И здесь подыскиваем себе шрифт. Мне понравился вот такой шрифт. И цвет, конечно, у него черный нам не годится. Выберем цвет сиреневый, но не такой светлый. А сделаем его поярче. Вот, например, вот такой. Текст немножко подвинем вверх. Можно стрелочками подвигать. Следующий текст у нас будет имя ребенка. Добавим уже более крупный шрифт. Выберем для него такое же начертание, как и для предыдущего. И сделаем его еще побольше. И цвет ему зададим вот такой розовый. Можно даже поярче розовый. Теперь смотрите, мы можем эти два текста выровнять друг относительно друга. Возьмем, выделим два. Заходим сюда в расположение и выровняем их по центру, чтобы они друг относительно друга были по центру. И второй шрифт немножко поднимем, чтобы он ближе был к первому. Можно увеличить масштаб, чтобы было удобнее работать. Вот, выделим их вдвоем. И можно сгруппировать. И теперь они будут двигаться вместе. Когда нам нужно будет что-то подвинуть, так удобнее будет. Следующий текст, который мы будем добавлять. Мы дату рождения ребенка. Подзаголовок напишем «Я родилась». Наверное, чуть-чуть поменьше надо будет сделать. Вот у меня 120. Возьмем то же самое начертание шрифта. И цвет мы ему выберем. Хорошо, что он запоминает те цвета, которые мы уже использовали. Мы берем такой же фиолетовый, как предыдущий. Чуть-чуть ниже опустим. Теперь мы можем скопировать этот текст, чтобы не выбирать потом снова. Вот я нажимаю «Дублировать». Вот второй наш текст. И здесь мы вводим дату. И эту дату поменяем ей цвет на вот такой яркий розовый. Так, смотрим дальше, что мы будем добавлять. На метриках обычно пишут «Рост», «Вес». Так, давайте возьмем… У меня такая есть задумка «Облака». Вот я выбирала… Тут те, которые с короной, это платные. Я брала бесплатные. Где оно, вот оно, что облако добавилось. Конечно, такой цвет нам не подходит, поэтому мы его поменяем на белый. Заходим вот сюда. И кружочек в верхний левый угол. У нас белое облачко. Теперь мы его копируем. Вот вкладочка «Копировать». Это здесь будет второе облачко. Это будет рост и вес. И мы можем его перевернуть. Отражение по горизонтали. Вот так будет два облачка у нас. Можем взять вот эти два текста и их продублировать. Продублировать. Вот. Перетянем. Так нам будет легче редактировать. И здесь пишем «Мой вес». Здесь меняем. Можно ближе кто к другу подвинуть. И снова дублируем. Дублировать. И переносим сюда. Здесь направляющие нам подсказывают, что розовенькие такие черточки подсказывают, что у нас все выровнено. Теперь пишем «Мой рост». Здесь пишем 53 сантиметра. И еще давайте уменьшим масштаб. Посмотрим, как немножко пустовато смотрится. Надо украсить еще какими-то элементами. Ну, снова вот здесь набираем «Бэйби». Здесь разные картиночки такие детские. Когда мы выбираем одну картинку, нам сама канва предлагает все картинки в таком же стиле. Давайте вот нажмем «Все», чтобы у нас не было разнобоя в дизайне. И посмотрим, что мы тут можем добавить. По-моему, фотографию можно слегка уменьшить. Давайте возьмем вот такой элемент. Мы его слегка уменьшим. Прикрепим его как будто бы внизу этой фотографии. Возьмем, например, зайчика. Уменьшим его. Посадим тут зайчика. И чтобы повернуть вот внизу фотографии, такие стрелочки, можно его слегка повернуть. Еще какой-нибудь элемент добавим, какую-нибудь погремушечку. Вот такая погремушечка. Тоже ее уменьшим. Перетянем. Еще нужно уменьшить, потому что зайчик меньше выглядит. Тоже ее повернем слегка. Выровняем. Давайте еще раз посмотрим на наш дизайн. Эти два элемента можно выровнять друг относительно друга. Вот так. И подвинуть их чуть-чуть повыше. Я бы его еще немножко в краю это двинула. И этот тоже. Так, смотрим, чтобы у нас все было ровненько. Еще я вам не показала. С текстом у нас для текста... Сейчас я разгруппирую. Для текста у нас есть инструмент интересный. Вот, например, эффекты. Можно добавить тень к этому объекту. Тут тень розовая. Здесь тень такая серая. Еще есть несколько эффектов для текста. Но я хочу показать вот этот эффект. Такой закругленного текста. И здесь можно регулировать его кривизну. Вот можно так слегка сделать закругленным. Потому что фотография круглая. И, по-моему, так смотрится неплохо. Можно даже Кристина еще больше выделить. Кстати, если элементы, которые предлагает канва, вам не нравятся, можно добавлять элементы, уже скачанные из интернета. Я обычно ищу картинки на таком сайте, который называется Pixabay. Здесь можно, например, ребенок и взять векторы. Векторы – это картиночки с прозрачным фоном. Ну, в данном случае для детей здесь небольшой выбор. Возьму не ребенок, а baby. Ну, ладно. Вот я просто покажу для примера. Вот слоник на прозрачном фоне. Загружаем в формате PNG. Здесь можно выбрать размер, который нужен. Я его загружаю сначала в компьютер. Вот. А потом перетягиваем его на этот дизайн. Здесь его можно уменьшать. Конечно, мы его не будем использовать. Это просто как пример. Я его удалю. Ну, вот у меня получился вот такой дизайн. По-моему, довольно симпатичный. И нам осталось скачать нашу картинку. Нажимаем «Скачать». Рекомендованный формат PNG. Размер такой, как мы и задали. 3000 на 4,5 пикселя. Это будет больше, чем достаточно для того, чтобы напечатать эту картинку. И нажимаем «Скачать». Готовится дизайн. Сохраняем свои файлы. Заходим «Показать в папке». Я его сейчас открою. Открыть с помощью «Paint». И здесь хорошо видно, что это действительно большая картинка. И при печати она будет качественной. Здесь все элементы хорошо видны. Ну что ж, на этом видео я буду заканчивать. Если вам понравилось, буду рада вашим лайкам и комментариям. И приглашаю подписаться на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!